Ремонт в квартире пенсионерки Светланы Никольской начался еще зимой, но так и не закончился. Да и теперь незачем, хозяйку убили. Рабочий не только наклеил обои, но и избавился от старушки. Ранее судимый Александр Краус показывает, как все произошло. Между пенсионеркой и парнем возникла ссора. Женщина уже заплатила за ремонт, но качественной работы так и не увидела. Александр в порыве злости ударил ее по голове бутылкой. Я подошел, нанес удар бутылкой в область головы. Малышка упала. Убийца оставил тело в комнате как раз с новыми обоями. Украл 6 тысяч рублей, запер квартиру и уехал. Тревогу забила соседка. Кровь капала. Представляете, а у нас ведь деревянные прикрытия метры 10. Поэтому сколько там ран было. Уже в суде Александр Краус говорит, что раскаивается и просит прощения у племянника убитой. Признается, жалко бабушку. Но уж очень она была вредная. Хотела, чтобы все было сделано идеально. Тяжелый характер. Сорвалась на нем. Вот начали ругаться. Но это не повод убивать. Руку поднимать на старого, пожилого человека. Суд все к сведению принял. Признание и раскаяние подсудимого. Но учел и то, что убийство пенсионерки не первое преступление на счету Александра Крауса. Поэтому жалеть о содеянном теперь он будет в колонии особого режима. У него на это будет 11 лет. Анжела Паутова, Константин Червяков. Новости моего города.